Второй результат. Долго ли он будет находиться на второй позиции? Я думаю, что сейчас Андрей Лутай может дать ответ на этот вопрос. Итак, Андрей Лутай, российский фигурист. Восьмое место занимал он после короткой программы. Вот лучший результат у него в этом сезоне 110,02 балла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот в каскаде тройной аксель получился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С двойным тулупом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 В целом справился Андрей Алутай со своей произвольной программой, хотя, конечно, не избежал он и ошибок, но у него были очень хорошие вращения, хорошие дорожки, шагов. Но вот с прыжками, конечно, мы видели, там не получился у него один каскад, там буквально только тройной лутц, там должно было быть еще два прыжка. Но с другой стороны был у него хороший тройной риттбергер и тройной флип. Вот споткнулся он на заключительном двойном акселе. Я думаю, он будет сейчас вторым, потому что при взойти Пансеро будет нереально просто, потому что Яник Пансеро, что называется, прыгнул выше головы. Но Алексей Мишин доволен. Ну и главное, что четверной был. Тут было трудно даже на повторе понять, насколько он был докручен. Андрей Лутаев уже очень опытный фигурист. Он был два года назад на своем первом чемпионате Европы пятым. Это был большой успех. Очень хороший дебют. Но вот пока не получается, так сказать, развить этот успех. Так сурово очень наблюдает за своим подопечным Алексей Мишин. Безусловно, сейчас Андрей Лутаев должен быть вторым. 132. Это очень неплохой результат. Лучший результат в сезоне. 257 сотых балла сумма. Проигрывает он, конечно, много. Пансеро. Но Пансеро совершил такой маленький...